Заседание городского методического объединения учителей-логопедов состоялось в детском саду Дюймовочка. Коллеги собрались, чтобы посмотреть открытое заседание ведущих логопедов, поделиться инновационными методами, обсудить проблемы автоматизации звуков у дошкольников. Правильная речь, чистая, с использованием синонимов, сравнительными оборотами – одно из важнейших условий всестороннего, полноценного развития детей. И чем богаче и чище у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности и больше шансов в будущем стать высококвалифицированным и востребованным специалистом. Именно поэтому всё больше уделяется внимание способам организации индивидуально-групповой деятельности с детьми на этапе автоматизации звуков. Именно с такой темой в детском саду Дюймовочка прошло заседание метод объединения учителей-логопедов. Это третья встреча педагогов данной направленности в выходящем году. В этот раз целью их встречи стало решение следующей задачи. Повышение профессиональной компетентности и готовности к активным действиям учителей-логопедов через обмен опытом между коллегами и организацию взаимодействия специалистов по проблемам, возникающим в педагогической практике. Отметим, что учителя-логопеды встречаются не только для того, чтобы в теории обменяться своими знаниями, но и продемонстрировать, как свои наработки и умения они применяют в практике. В этот раз Елена Васильевна Киселева, учитель-логопед детского сада Дюймовочка, вместе со своими воспитанниками представила логосказку, в ходе которой ребята показали, как педагог работает над развитием речи и постановкой звуков на занятиях в их учреждении. Какие хвойные деревья вы знаете? Ну, называют. Елка, са, 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 пихта, пихта, или с такой елок называется ельник, полиция, полиция. Отличная подготовка педагога, грамотно подобранный наглядный материал и доброжелательный настрой аудитории помогли раскрепостить воспитанников, дав возможность учителю-логопеду показать приобретенный навык и ребят, и процесс отработки звуков. Ну, что получилось у нас, вы увидели. Детки были довольные, все прошло, считаю, хорошо, замечательно. Главное, что дети не растерялись, отвечали правильно, были молодцы, готовы были к показу того, что я хотела от них увидеть. Коллеги тоже были очень доброжелательные, поэтому, я думаю, все у нас получилось. Получилось. И это подтвердили коллеги, когда после занятия и проведенного самоанализа высказали положительное мнение по поводу проделанной учителем-логопедом работы. Кроме этого, педколлектив детского сада «Дюймовочка» подготовил для собравшихся выставку различных методик, подборку профессиональной литературы, наглядный материал, используя который в работе, можно более успешно проводить занятия по отработке звуков, постановке и развитию речи с ребятами в группах. Редактор субтитров А.Семкин